Здравствуйте! Вы смотрите новости Верхнекамья. В студии Андрей Фадеев. И вот о чем мы вам расскажем сегодня. Культурное наследие. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин накануне посетил историческую часть Усолья. Проверка на дороге. Березняковские автоинспекторы приступили к операции «Автобус», в ходе которой проверяют состояние пассажирского транспорта. Проблемы трудоустройства. Обновленный центр занятости населения Березняков в период пандемии показал высокие результаты работы. Начнем выпуск с визита Дмитрия Махонина в Березняки. В своей политике глава региона отводит отдельное место развитию внутреннего туризма и сохранению исторического наследия Прикамья. Поэтому Дмитрий Махонин лично посетил музей-заповедник Усолье-Строгановское и одобрил план развития исторического поселения. Обо всем подробнее расскажет Елена Силакова. Мастер-план имеет три этапа. Он рассчитан на реализацию 5, 10 и 15 лет. И каждая из этих этапов – это определенный сценарий, который может существовать сам по себе. Рабочий визит Дмитрия Махонина начинается с ознакомления с этапами работ по восстановлению историко-культурного комплекса. Это документ развития исторического поселения на десятки лет вперед. Реконструкция пройдет в три этапа. Сейчас мы имеем мастер-план, мы имеем направление этой работы. И с Дмитрием Николаевичем Махонину мы уже его представляли. У нас была рабочая встреча. И сейчас я очень рада, что мы получили поддержку вновь. И сейчас у нас начинаются уже конкретные работы с министерствами и ведомствами. Это очень важная история. Осмотр музея-заповедника начинается с обзорной экскурсии на балконе купеческого дома Брагиных. Отсюда, как на ладони, Дмитрию Махонину показывают отреставрированную крышу палат Строгановых и территорию комплекса площадью 150 гектаров. Ее будут благоустраивать за счет городского бюджета. В самой же резиденции князей Строгановых глава региона увидел выставку икон и изразцовые печи, которыми славились усольские мастера. А это сталинский амбир, это ПТРК, тоже одного из наших спонсоров. Глава региона осмотрел береговую линию перед палатами Строгановых. Нынешняя весна показала, насколько уязвима территория перед паводками. Решено провести обширную экспертизу набережной, укрепить и облагородить берег исторического усолья. Работы входят в первый этап мастер-плана. В этот же период начнутся работы по строительству водоотведения, сетей воды и электроснабжения, а также проведение качественной связи, высокоскоростного интернета и ремонт дорожного полотна по улице Преображенской. Все это создает благоприятные условия для инвесторов и привлекает большой поток туристов. У нас в среднем последние годы от 60 до 70 тысяч за год посетителей, которые приходят сюда. Едут дальние туристы. Екатеринбург едет, кировчане, были петербуржцы. Ну и потом все, кому приезжают гости, отовсюду. Все свои гостей везут сюда. Параллельно со строительством инженерных сетей в музее-заповеднике будут проходить обширные работы по реставрации и консервации объектов. Всего на территории музея-заповедника 49 исторических построек. Первоочередной комплекс мер – это необходимо сохранить тот комплекс зданий, которые на данный момент еще не разрушились, сохранить, что-то законсервировать, что-то отреставрировать. И после того, как уже с основным комплексом мы разберемся, я думаю, что география реставрационных работ на территории исторической части города Усолье будет расширена. Дмитрий Махонин посетил и усадьбу Голицыных, по которой заканчивается разработка научной и художественной концепции реставрации объекта, создаваемой совместно со специалистами Пермской художественной галереи. Глава подчеркнул, нам есть что восстанавливать, и ведь с самого начала он взял курс на сохранение культурного наследия Прикамья. Сегодня мы с главой Березняковского округа говорили о восстановлении целой школы реставраторов, центра реставрационного, который бы работал на весь север Прикамья. Это не только Усолье, это и Чердень, это и Ныраб и прочие города. Нам действительно есть что сохранять, есть что восстанавливать. Поэтому, ну, как вам сказать, я вырос вот в этом на самом деле. Поэтому мне это очень близко. И, конечно, надо будет максимально приложить усилия, чтобы все это восстановить. Глава региона поддерживает системный подход к сохранению культурного наследия. Впереди музей-заповедник Усолья Строгановская ждут глобальные перемены, которые только подчеркнут облик поселения. Первый этап – создание инфраструктуры и коммуникации. Второй и третий – это формирование зеленого каркаса территории, создание общественного культурного центра, здание для образовательных проектов, открытие конно-спортивной школы и тематического парка. И это касается не только Усолья, но и объектов по всему краю. Одновременно с восстановлением объектов культурного наследия разрабатываются туристические маршруты и календарь событийного туризма. Программа по музеификации создается контент экскурсионных маршрутов для музейных комплексов по всему краю. К восстановлению объектов и формированию событийных мероприятий в рамках социального партнерства могут быть привлечены предприятия, работающие в Березняковско-Соликамском промышленном узле. Дмитрий Махонин презентовал мастер-план восстановления историка архитектурного ансамбля в Усолье вице-президенту компании «Лукойл» Денису Долгову. Нефтяная компания поддерживает строгановскую вотчину на протяжении многих лет. Елена Силакова, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхнекамья. Кому мы доверяем нашей жизни? В крае с начала года случилось более 80 аварий с участием пассажирского транспорта. Такая неутешительная статистика стала поводом очередной массовой проверки автобусов по всему региону. Березняковские инспекторы ГИБДД также подключились к оперативно-профилактической операции. Сергей Калиник расскажет подробнее. Гул мотора заглушает речь инспектора ГИБДД Александра Погонышева и водителя автобуса 8 маршрута. Идет проверка всех документов водительского удостоверения, страхового полиса, путевого листа. После инспектор проверяет салон на наличие посторонних предметов. Смотрит, не просрочены ли огнетушители, какая стоит резина. И это далеко не весь список. Это довольно обширный список. Это начиная, как говорится, от лампочки и заканчивая уже грубыми, как рулевое управление, рабочая промзанная система. Такие массовые проверки проходят по всему краю. Только лишь за первый день работы полицейским удалось осмотреть более 400 автобусов. Стражи порядка пресекли 86 нарушений правил дорожного движения и выявили 14 неисправных автобусов, которые ежедневно перевозят сотни пассажиров. В Перми, например, Игорь Ковалев, инспектор технического надзора, во время проверки нашел неисправный автобус. Лучим транспортное средство. Снимаем с ручника. Нажимаем педаль тормоза, держим. Слышим утечку воздуха. Соответственно, по приборам, по манометрам видно, что воздух уходит. За то, что водитель управлял автобусом с неисправными тормозами, положен штраф всего в 500 рублей. Это ничто по сравнению с тем, что могло бы случиться, если бы произошло ДТП и пострадали пассажиры. К слову, автобус эвакуировали. Что касается Березеньков, то наш автопарк меняется в лучшую сторону. Автобусный парк существенно обновился. Немного меньше стало автобусов, так сказать, более поздние годы выпуска. Более новые приходят на линию. Массовые проверки автобусов по всему краю проходят регулярно. И направлены они на снижение ДТП с участием пассажирского транспорта. За 7 месяцев 2020 года зарегистрировано 81 дорожное транспортное происшествие с участием автобусов. В результате которых 4 человека погибло и 103 получило ранения. По вине водителя маршрутных транспортных средств произошло 24 ДТП, в результате которых 2 человека погибло и 31 получили травмы различной степени тяжести. Массовые рейды продлятся до 23 августа включительно. А после мы расскажем об итогах оперативно-профилактической операции «Автобус». Сергей Калиник, новости Верхникаме. Место для скорби стало местом преступления. На Явинском кладбище из автомобиля украли барсетку с банковскими картами. А после преступник поехал в Березники и опустошил содержимое карт. Теперь полицейские просят у горожан помощи в опознании подозреваемого. Этот мужчина в темной куртке, темных штанах, темной шапке и в маске подозревается в краже 52 тысяч рублей. Эти деньги он снял с банкомата в Оранжмоле. Сотрудники полиции просят всех, кто обладает какой-либо информацией об этом инциденте, сообщить по телефону 21 17 36 21 17 37. Более 33,5 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за все время борьбы с COVID-19. Из них только за сутки почти 300 тысяч. Далее озвучим свежие данные по распространению коронавируса в стране, крае и Березниках. По данным оперативного штаба по Пермскому краю, в Березниках общее число заболевших с момента первого выявленного случая составило 376 человек. За сутки в больницу был госпитализирован еще один житель Березняков. В инфекционном отделении краевой больницы имени Вагнера сейчас находятся 69 жителей Верхнекамья. 112 граждан сегодня изолированы на дому с подтвержденным диагнозом COVID-19. 937 человек сейчас под наблюдением врачей больницы. В Пермском крае за минувшие сутки выявили 62 новых случая заражения COVID-19. Общее число инфицированных в Прикамье превысило 7200. При этом выздоровело более 5000 пациентов, из них за сутки 50 человек. Умерло от коронавируса за минувшие сутки 2 прикамца. Всего за весь период 194 человека скончались от COVID-19. В России число новых инфицированных за минувшие сутки увеличилось на 4785 человек. Общее количество заболевших превысило 942 тысячи. Скончались за сутки 110 пациентов. Сегодня утром состоялось очередное заседание регионального оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Чиновники обсудили текущую ситуацию и приняли ряд важных решений. Неоднократно повторяясь, скажу, что мы действительно приоритетом своей деятельности ставим здоровье и жизнь людей. Заседание оперативного штаба началось сегодня утром. Основные темы, которые прозвучали, это текущая ситуация по распространению COVID-19, готовность медицинских учреждений и персонала к продолжению борьбы с вирусом и очередные послабления в ограничительных мерах, действующих на территории края. Доложив о текущей ситуации по распространению коронавируса в крае, главный санитарный врач региона Виталий Кострев назвал главную причину заражения COVID-19. На основании анализа опросных листов установлено, что одним из наиболее значимых факторов риска инфицирования является посещение объектов с массовым нахождением людей при одновременном несоблюдении масочного режима и режима дистанцирования. Наряду с распространением коронавируса в крае наблюдается и рост заражения ОРВИ и больных пневмонией. В связи с этим необходимо решить ряд актуальных вопросов. Первое. Готовность медицинского персонала к ситуации ОРВИ и пневмония плюс ковид, а именно количество медицинского персонала. Я неоднократно говорил, что я против совместительства, но в данном случае, наверное, врачей не хватит на все. Наверное, не хватит. И тут надо будет рассматривать какие-либо средства индивидуальной защиты и так далее. И обученность в головах у врачей должно быть, что все три заболевания, которые я называл, это инфекционные заболевания. Это не соматические, это инфекционные заболевания. Кроме того, все медицинские организации должны быть готовы начать прививочную кампанию от гриппа на следующий день после получения вакцины. В каждой поликлинике должен быть сформирован запас пневмококовой вакцины, ставить которую лучше вместе с антигриппозной. В образовательных и социальных учреждениях необходимо следить за своевременным включением отопления. Следующим докладчиком выступила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. Она рассказала о заполненности коечного фонда. На сегодня он составляет 52%. О подготовке массовой прививочной кампании от гриппа, в ходе которой рассматривается вариант вакцинирования граждан в торговых центрах крупных городов Прикамья. Для этого будет использовано 7 передвижных фельдшерских центров здоровья. Это возможно действительно проводить там вакцинацию. И при необходимости, при наличии площадей, мы готовы это сделать, в том числе и в самом торговом центре. Также ушло обращение ко всем предприятиям крупным, для того, чтобы активно сотрудничали с поликлиниками, которые в зоне обслуживания которых они находятся, для того, чтобы активно провести вакцинацию работающего населения непосредственно на здравпункте. Давайте мы тоже коротко этот вопрос обозначим, поскольку главы должны организационно нам помочь по местам вакцинации, мы им должны это все разъяснить. Мы должны четко людям рассказать, в каких точках, в каких местах будет проводиться вакцинация. Далее речь шла о снятии некоторых ограничений, которые действовали в крае в связи с недопущением распространения коронавируса. Об этих послаблениях мы расскажем чуть позже в нашей рубрике «Новости коротко». Елена Силакова, Андрей Фадеев, Новости Верхнекамья. Сейчас прервемся на небольшую паузу и сразу продолжим. Не переключайтесь. Сегодня на оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией региональные власти озвучили новые послабления для прикамцев. Кому вновь разрешили работать и на каких условиях, а также кто из-за этих послаблений лишился выплат, расскажем в рубрике «Новости коротко». Сегодня утром на заседании краевого оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией разрешили работать баням и саунам. Работать они будут только по предварительной записи. При этом внутри этих помещений по-прежнему закрыты купели и бассейны. А вот уже с 1 сентября откроют свои двери для посетителей театры и кинотеатры. Билеты на сеансы и спектакли разрешено покупать лишь бесконтактно, а посещение строго при соблюдении масочного и температурного режима. Наполняемость зала при этом не должна превышать 50%, а сидеть зрители будут в шахматном порядке. Также сегодня разрешили устраивать массовые мероприятия на открытом воздухе с численностью до 400 человек. Главное, чтобы их организатором были власти. В помещениях сейчас разрешены массовые сборы до 200 человек. Спортивные мероприятия теперь можно проводить со зрителями, но не больше 20% от общей вместимости пространства. Однако не только массовыми снятиями запретов из-за коронавирусной инфекции нам запомнится август. С 22 числа отменяются региональные выплаты медикам, работающим с COVID-19. Сейчас их получают работники скорой, поликлиники и стационара, или те, кто контактировал с зараженными или с людьми с групп риска. Материальная поддержка шла за каждую смену, в которой был контакт с переносчиком COVID-19. Например, для врачей поликлиники сумма могла быть более 25 тысяч рублей в месяц. Но теперь из-за постоянно улучшающейся эпидемиологической обстановки в крае региональную выплату медикам, работающим с COVID-19, отменят. Совсем скоро в стране начнется новый учебный год. Как обещают власти, пройдет он в очном режиме, но со своими ограничениями. Ведь коронавирус еще не ушел до конца. Также еще одни ограничения краевые власти вводят именно на 1 сентября для обеспечения порядка во время массовых мероприятий. В этот день будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. За нарушение этого запрета должностное лицо может получить административный штраф до 4 тысяч рублей, а компания до 40. Новости коротко подготовила Кристина Придеина. Сегодня в Березняках работает уникальный и пока что единственный в Пермском крае модельный центр занятости населения, который сумел показать себя во время пандемии и подыскал для 1600 горожан новую работу, а также переобучил новым профессиям 100 березняковцев. Подробнее о работе центра занятости в Березняках во время пандемии в сюжете Кристины Придеиной. Березняковский показатель регистрируемой безработицы держится на низком уровне. Во многом благодаря появлению у нас своего модельного центра занятости, который первым в Прикамье принял участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». За счет этого тут сделали ремонт с удобствами для маломобильных граждан и инвалидов, обновили оборудование, переобучили сотрудников и присоединились к кадровому порталу «Работа России». Но самое главное, у нас на этом портале мы можем соединить потребности соискателя и работодателя в работниках. То есть, разместив резюме работникова на портале, мы его можем, специалист службы занятости, направить работодателю, тоже электронно. А там уже работодатель договорится о собеседовании с гражданином. Особенная работа центра занятости проявила себя в пандемию, когда большое количество горожан потеряли работу и нуждались срочно в трудоустройстве. Так, за 2020 год в Березняковскую службу обратилось значительно больше людей. Это не только те, кто был уволен после 1 марта, но и многие ранее длительно не работавшие. На сегодняшний день наиболее востребованы вакансии медицинских и педагогических работников. Наибольшее количество заявленных свободных рабочих мест по следующим профессиям. Электрогазосварщики – 78 человек, слесарь и ремонтники – 68 человек, инженеры. По различным направлениям более 65 человек. Всего в городе сейчас доступно более 2000 вакансий. А если вы только недавно потеряли работу и хотите на время оформить пособие по безработице, которое сейчас от 4500 рублей до минимального размера оплаты труда, тогда следующая инструкция для вас. Как я уже говорила, у нас работает портал работы в России. Гражданину просто необходимо там зарегистрироваться и подать заявление о признании безработным и поиске работы. Когда он разместит свое заявление, плюс обязательно разместить нужно резюме, тогда, значит, мы начнем подбирать ему работу. Если вдруг не сможем в первые 10 дней, значит, назначим пособие по безработице точно так же электронно. А для тех, у кого работы по специальности, сейчас нет. Служба занятости предлагает курсы обучения на самые актуальные профессии в регионе. В Березняках уже обучили 100 человек. В рио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин держит вопрос занятости населения на особом контроле. Так, 17 августа в режиме видеоконференции состоялась встреча Дмитрия Махонина с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой глава Прикамья остановился и на вопросах занятости. Мы понимаем, что ряд людей попали в трудную ситуацию, и мы, конечно же, должны их поддерживать. В дополнение к федеральным мерам поддержки мы предусмотрели региональные. Это доведение домрот заработной платы людям, которые в силу ограниченной занятости недополучали. В регионе производится порядка 10 тысяч таких выплат. Кроме того, край будет доплачивать работодателям в случае создания новых рабочих мест. Рассчитываем, что с помощью этой меры будет создано еще 10 тысяч рабочих мест. На портале «Работа в России» порядка 20 тысяч вакансий в Пермском крае. Владимир Путин обратил внимание Дмитрия Махонина на вопросы, которые требуют личного участия главы региона, в частности, на уровень безработицы, и поручил проанализировать и поддержать людей, главным образом тех, кто остался без работы. Создать перспективы для того, чтобы в Пермском крае увеличилось количество хороших, современных и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Если у вас остались вопросы по работе территориального центра занятости в Березняках или портала «Работа России», звоните по телефону, указанному на экране, или пишите на электронную почту. Кристина Придеина, Дмитрий Воронушкин. Новости Вертниками. Впечатление на холсте. Так можно охарактеризовать новую выставку в художественной галерее музея имени Коновалова. Она открылась сегодня. На экспозиции выставлены работы ведущего художника из Екатеринбурга Владимира Абрамова. Выставка называется «Дорогами зверобоя». Серия картин – это впечатления, которые получает автор от уральской природы. Он любит путешествовать по Уралу, а после пишет картины по памяти или по фотографиям. На полотнах знакомые ландшафты рек Вишеры и Чусовая. Есть и более отдаленные локации в Башкирии. Это художник из города Екатеринбург. Перезняковский зритель знаком с ним по выставке «Параллельные миры», которая была открыта в нашем музее в прошлом году, в апреле. То есть это второй выставочный проект, который совместно с Екатеринбургом мы подготовили для наших зрителей. Выставка будет представлена в музее до сентября. Посетителей принимают в масках и перчатках, по входному билету или группами до пяти человек. Телефон музея – 264879. Что может быть приятнее после прохладного дня завернуться под одеяло с чашкой горячего чая? Вдвойне приятнее, когда ваша кровать застелена качественным текстилем для дома. Актуальные решения для уюта вы найдете на выставке «Текстиля» в ДК имени Ленина. Роскошь в этом суетном мире – быть дома, испытывать счастье каждый раз, охватывая взглядом свои владения, плюхнуться после тяжелого дня в мягкие подушки на любимой кровати, встречать рассветы, закаты, тысячу и одну ночь провести дома. Как сделать людей счастливыми? Просто попробуйте заглянуть к феям уюта, посмотрите, какие коллекции они привезли для вашего дома. И каждый раз им удается найти для вас что-то новенькое. Тонкие грани треугольников, ромбы, круги, клетка. Такой легкий повседневный декор здорово подойдет мужчинам. Да-да, они сюда тоже частенько заглядывают. Геометрия приводит мысли в порядок, успокаивает и настраивает на сон. Для деток здесь сказочные комплекты, а для прекрасной половины человечества – целая луга цветов. Посмотрите, сколько воздуха, света и нежности в этих коллекциях. Романтика для вашей постели. Кстати, о качестве. Эти модные новинки из сатина на длительное время сохраняют яркость и форму. Они гипоаллергены, очень приятны на ощупь и надолго сохраняют безупречный вид. Определенно. Устройте прощание со старыми вещами. Машем рукой сбившимся в клочья подушкам и одеялом. И позволяем вашим грезам вновь обрести сказочные сны. Спать, как младенец, даже на старом диванчике можно, застелив его, например, вот таким топером. Тонким и невесомым ортопедическим матрасом. Ваша спина скажет вам спасибо. Потому что квартиры у нас небольшие, не 100 метровки, то есть диван когда расправляется, некомфортно спать. Тут маленький матрасик, он занимает место как постельное белье, а комфорту доставляет очень много. Там идет наполнитель, вязкая эластичная пена. Когда человек ложится, он уже не чувствует вот этих неровностей, переходов и так далее. Приходите на выставку текстиля, теплые воздушные одеяла, ортопедические подушки, потрясающие пледы. В популярном стиле пэтчворк будут ждать вас в ДК имени Ленина. Вера Андреева, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхникамья. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы Новости Верхникамья. Мы ждем ваши материалы на электронную почту редакции tnt.news-mail.ru или в личные сообщения в группе ВКонтакте. Автор лучшего ролика недели получит в подарок сертификат в магазины Рикер и немецкая обувь номиналом 3000 рублей. В магазинах Рикер и немецкая обувь ликвидация товара с 17 по 30 августа. Скидки на все до 90%. Адреса магазинов Мира 83 и Карла Маркса 53. Это были главные новости Верхникамья. Смотрите нас ВКонтакте, на канале Верхникамья ТВ и в аналоговом эфире канала ТНТ. С вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и будьте здоровы. В Кудеснике летнее предложение. Остекление балконов от 4000 рублей за квадратный метр. Беспроцентная рассрочка до 5 месяцев. Или дополнительные скидки. Акция действует до конца месяца. Работают все салоны. В честь праздника Медового Спаса компания Сандалов делает много выгодных акций. А также товар месяца всеми любимый мед Донника. И теперь его можно приобрести со скидкой 40%. Всего за 395 рублей за килограмм. 21 августа на территории Верхникамья синоптики прогнозируют облачную погоду. С прояснениями временами пройдут дожди. В Александровске и Кизеле плюс 16 градусов. В Соликамске 17 выше нуля. В Березняках в пятницу температура воздуха ночью плюс 12 градусов. В дневные часы 16 градусов тепла. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. 21 августа солнечная активность, низкое, геомагнитное поле спокойное. Кудесник представляет раздвижные пластиковые окна-слайдерс. Для балконов и лоджий, веранд и беседок, тепло и звукоизоляция. Плюс значительная экономия пространства. Телефон 255 904. С 14 по 22 августа на площадях у ДК Металлурка и ДК Ленина свежий мед от компании Сандалов. Товар месяца «Донниковый мед» 390 рублей за килограмм. Акция «Купи 2 килограмма меда и получи 1 килограмм меда в подарок».